Самарский коллекционер Александр Федорцов говорит, историю Советского Союза можно изучать по подстаканникам. Все красиво и все, что, на мой взгляд, отображает гордость за ту страну, в которой я родился, вырос, получил образование, да, Советский Союз, то здесь представлено. Сидишь за столом и пьешь чай, да, у тебя вот на картоше, да, на медальоне или сбоку подстаканников изображены вот все достижения, да, или те достижениями, которыми гордится страна, которыми ты горд. И ты понимаешь, что ты тоже, как бы, причастен именно вот к этой гордости за страну. Какое бы знаковое событие ни случалось в Советском Союзе, оно тут же находило отражение в подставке под стакан. Запуск ракеты в космос, очередной съезд ЦК КПСС, фестиваль молодежи и студентов, Олимпиада. А вот этот подстаканник, он даже без цены. То есть, по историям, как бы, вот, коллекционеров, бытует мнение о том, что этот подстаканник выдавался только, там, членам правительства. То есть, он не продавался. Да, этот подстаканник тоже 50 лет советской власти. Центр рабочий, ракета, солнце, да, заводы. И также он двусторонний. То есть, с одной стороны, лучше вот отсюда начать, да, это 17-й год. То есть, что мы имеем? Опять же, Аврора, Шестерёнка, Колос, да, то есть, Голубь мира летит. И, с другой стороны, к 67-му году у нас уже ледокол Ленин, у нас уже выход человека в космос, да, у нас уже баллистические ракеты. Любимая коллекция Александра – вот эта серия, выпущенная к 250-летию со дня образования Санкт-Петербурга. Каждый подстаканник украшен эмалевым медальоном, расписанным вручную, на котором изображена одна из достопримечательностей северной столицы. Девять подстаканников выпущены заводом Элены Малер, ленинградским эмалевым заводом. Если смотреть памятник Петру, то есть, у нас памятник Кутузову, это у нас Смольный, это у нас Пушкин, это летний сад решётка, это Петропавловка у нас. И летом, это зимой, это крейсер Аврора. Помимо медальонов, выполненных как на металле, так и из эмали, подстаканники часто украшали картушью. Это вот такое изображение по форме, напоминающее герб. А были и премиальные дорогие подстаканники, полностью выполненные в технике горячей эмали. Они производились в период с 50-го по 70-е годы прошлого века. Стоили 7-8 рублей. Купить такой в советское время мог не каждый. Выполнены в технике горячей эмали, то есть горячая эмаль, перегородка, золочение. Тоже очень красивый узор, очень красивое исполнение. Здесь вот шиповник или клюква её называли, да, вот пингвины на полюсе называли, орех. А эти выполнены в старинной технике, известной ещё в Древней Руси. Филигрань или скань – это плетение из медной проволоки. Это всевозможные вычурные узоры, то есть, ну, накрученные. Там какие-то тоже имеют своё название. То есть, если посмотрите, там есть парашюты, там есть медальоны, там есть окна. И потом это покрыто серебрением. Например, тюльпаны, да, видите, тюльпаны здесь. Там хоровод называется или сударушка, да, тоже вот. А вот окошки, да, всякие цветочные поляны, вот капелька, да, называется. То есть, вот улыбка называется. Ну, это уже что-то там, где-то что-то народ привезло. Парашюты, например. Есть в коллекции Александра и подстаканники с символами Самары. Здесь три подстаканника вот в Самарске, да, то есть, это наша ладья знаменитая. Второй просто, это Кубышевская железная дорога. Это Сирия была подстаканник. И здание уже нового вокзала у нас тоже. Алюминиевые подстаканники Александр старается не приобретать. Особой ценности они не представляют. В Советском Союзе почти на каждом заводе был цех по их производству. Так страна выполняла план. А вот профильные предприятия – Мстерский ювелир, Ленинградский эмалевый завод, Кольчугинский завод. Выпускали подстаканники из мельхиора, латуни, меди и серебра. В том числе и с ручной росписью на эмале. Такие представляют не только историческую, но и художественную ценность. И интересны любителям старины. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.